Здравствуйте! Предлагаю сегодня начать новую тему. Называться она у нас будет диспариуния. Что это за зверь такой диспариуния? Итак, это болезненность во время половых сношений, которую могут испытывать женщины. Вы все бедненькие там мне пишете, как же жить половой жизнью с большим членом, с малым членом. А я предлагаю поговорить о женщинах, которые вообще не могут жить половой жизнью или сбегают, потому что они испытывают болевые ощущения во время полового акта. Диспариуния может быть как у молодых женщин, так и у женщин пожилых. И причины и методы борьбы с этим будут разные. Предлагаю сейчас поговорить о диспариунии молодых женщин, которые могут быть легкой степени тяжести и тяжелой диспариунией. Поговорим о легкой. Первая основная причина – это кандидоз и бактериальный вагеноз. Я думаю, что всем женщинам знакомо ощущение, которое возникает при молочнице, когда там возникает такой нестерпимый зуд. И если там коснутся стенки влагалища, то это будут скорее ощущения болезненные, чем приятные. Поэтому если у вас есть махровый кандидоз и бактериальный вагеноз у вас в состоянии такого манифестного течения, то вы скорее будете, естественно, испытывать боль при контакте со стенками влагалища, чем приятные ощущения. Следующий момент – это некоторые гормональные состояния, такие как беременность, кормление грудью, особенно кормление грудью, когда естественный фон эстрогенов может быть занижен, а пролактин гормон повышен и может возникнуть такая сухость влагалища и неприятные ощущения во время полового акта. Следующий момент – это рубцевые изменения на фоне эндометриоза, на фоне перенесенных адноксидов и также рубцы после эпизиотомии. Иногда в родах делают специальный такой разрез на наружных половых органах, а потом его зашивают, образуется рубец, он такой неэластичный, и это может приводить к болевым ощущениям во время полового акта. Все это были органические причины диспарионии. Теперь поговорим о двух причинах, которые неорганические, а скорее-таки функциональные. Первый момент – это вагинизм, это страх, боязнь женщины перед половым контактом, который может сопровождаться резким спазмом стенок влагалища, мышц, которые формируют влагалище, и это состояние не только, когда больно заниматься сексом, но и практически невозможно. И, наконец, психосексуальные проблемы, которые могут быть связаны с перенесенным насилием в прошлом, со страхом, что партнер заразит инфекцией, передаваем полом путем, или со страхом забеременеть, или с какими-то неразрешимыми противоречиями в отношениях между девушкой и половым партнером. Так что вот так. Половой акт может быть не только приятен, но и неприятен, даже болезненный. Если я не на все вопросы сейчас ответила, пишите мне, и мы обсудим все ваши беды и печали на эту тему. Сейчас – пока! Субтитры сделал DimaTorzok